Привет, друзья! Сегодня готовлю манник с вишней. На моем канале уже есть один манник. Сейчас я решила приготовить по-другому. Это тесто делается на сметане и посредине еще прокладывается слой вишен. Друзья, это очень вкусно, бюджетно, простая выпечка для семьи к чаю или кофе. Обязательно посмотрите это видео и приготовьте вместе со мной. Итак, насыпаем 200 грамм манной крупы и добавляем 200 миллилитров сметаны. Я взяла нежирную 15% сметану. Размешиваем сметану с манкой и оставляем на полчаса. Это нужно для того, чтобы манка немного размокла и готовый манник будет более нежный и мягкий. В отдельную посуду разбиваем 2 яйца, насыпаем 200 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и взбиваем. Теперь нам нужно соединить две смеси. Здесь у нас манка со сметаной, как вы помните и сюда вливаем взбитые яйца с сахаром. Все хорошо размешиваем, можно лопаткой, можно миксером на низкой скорости, как вам удобно. И теперь небольшими порциями просеиваем муку. Всего муки понадобится где-то 180-200 грамм. Сразу же можно всыпать разрыхлитель. 10 грамм. Один пакетик. Тесто готово. Будем формировать манник и запекать. Я взяла формочку. Смазываю сливочным маслом. Выкладываю приблизительно 2 третьих части теста. Небольшую часть оставляем. Разравниваем лопаткой. Для манника я брала замороженные вишни. Предварительно я их, конечно же, разморозила. Откинула на сито, чтобы стек лишний сок. И теперь выкладываем вишни на тесто. Сверху распределяем оставшееся тесто. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Друзья, наш манник готов. Зарумянился замечательно. Поднялся, я тоже считаю, замечательно. Посыпаем сахарной пудрой. И потом разрежем. И, как всегда, посмотрим, что получилось в серединке. Очень мягенький. Лучше, чтобы манник остыл. И только потом разрезайте. Ну, у меня он еще теплый. Я просто снимаю видео, поэтому хочу все сделать быстро. Ну, вот, видите, несмотря на то, что теплый, все равно очень хорошо разрезался. Такой воздушный, пористый, очень-очень мягкий. Обязательно приготовьте, друзья. Это простая выпечка. Это бюджетно, недорого. Это из продуктов, которые есть у каждого в доме. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Обязательно готовьте в маннике. Можно делать не только с вишней. Можно проложить слой каких-нибудь сухофруктов, изюм, курака. В общем, включайте фантазию, готовьте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.